В Доме Дружбы Народов в Казани прошел финал республиканского конкурса Чувашской рекрутской песни. Фестиваль посвящен 70-летию Великой Победы. Не растерять давние традиции – вот главная задача конкурса. С этими песнями провожали на фронт и встречали победу. Их с давних времен называют рекрутскими. Много веков они передавались из поколения в поколение. На Руси мужчины служили в армии 25 лет. Уходили и не знали, вернутся ли. Это придавало песням особую грусть, душевность и трагичность. Солдаты всегда помнили их мотивы и знали, что их ждут и помнят. Конкурс рекрутской песни прошел в первый раз, но судя по количеству участников, интерес к нему немалый. В итоговом концерте выступили 300 человек и 14 вокальных коллективов. Среди них и дети, и молодежь, и представители старшего поколения. Это говорит о том, что во многих селах традиция петь, рекрутские песни, провожая в армию, сохранилась до сих пор. Для многих участие в конкурсе – это вовсе не желание занять призовые места. Главное – сохранить традиции народа, успеть передать их молодому поколению. И этот конкурс далеко не последний. Обладателем гран-при конкурса стал фольклорный ансамбль «Хаваз» и села Акереева Теремшанского района, которому организаторы вручили тульскую гармонь ручной работы. Игорь Теремшанского района